привет привет мы продолжаем проходить bright island и мы попали на секретный уровень и некоторым из вас кто знает что такое сервисом альфа дизайн этого уровня может показаться знакомым и да так и есть это ремейк скажем так уровня из альфы сериус м а ну ладно появляются чайки так привлечем внимание на тех вот ребят чтобы не гуляли далеко далее здесь будет еще одна чайка которая несет камикадзе отлично соберем здесь всякие вкусности и нас ждут еще несколько врагов контях мы тоже позовем на общий сбор ай вот уже скелеты присоединяются итак здесь лежат ящик с патронами пройдем соберем их и вот можно пройти вот поэтому щелью и вон там лежит рюкзак но в нем исключительно пули для автоматов а у нас предостаточно так что смысл не имеет и так спускаемся вот на эту поляну появятся вот эти ребята я получаю слишком много урона но вроде нормально да самое забавное что если попасть на эту поляну каким-нибудь другим путем то эти враги могут даже и не появится да вот где-то вот там он за ущельем прячется демон трех ракет должно хватить вот и здесь есть некий рычаг который когда мы нажмем вон там и там появятся демоны а вот здесь на поляне будут два безголовых команда и примерно миллиард скелетов а вот здесь будут гарпии ну что ж я нажму рычаг и при фаером пущу несколько ракет туда в надежде подранить либо с некоторым шансом убить пой первым забываю про этого быка так ну ладно достаточно примемся в команду даже птички прилетели ой это нехорошо ой это нехорошо или это уже достаточно близко подбежали слишком много времени потратил многофей слишком много времени потратил многофей ладно вроде бы обошлось ну да самая сложная часть этого уровня позади верите вы или нет так ну что ж там построили мост вам там островку сейчас патроны возьму просто для того чтобы были мы пройдем туда там еще один рычаг или механизм ну в общем в общем да ну нас встречают разумеется и вот эта штука открывает ворота ну да мы пойдем не посушим с ним а вплавь почему скажу прыгаем где ничто сюда и давай ворота 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 или нет ну да просто потому что здесь легкий ну здесь патроны для луча и если интересно да нет он под водой нас не убивает это он не квейк ну да ладно будем дальше там под водой будут еще ребята и если мы хотим максимум ввесть то да придется все это проплыть вроде только големы остались подлечимся тем временем а ты уже почти умер ну все теперь плывем к открытым воротам я забыл как такие вещи правильно называются но чтобы называть их просто воротами так когда мы проплыем здесь там должен появиться чувак водяной а тут рыбкин так так и стоп и тебя где он точно помнишь что он там есть или я его до этого убил внука нет 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 он не появился так добавно вот там должен быть это как-то особенно тут проплыл я услышал я услышал даже я услышал даже какое-то какое-то кто должен быть но я конечно обозвал его словным спаумом и не тратил бы на это время но совесть не позволяет я знаю что он здесь появляется что тут как-то надо было а вот я же слышу его вообще где-то за текстурами появился ну вряд ли я его так убил конечно а супер супер так ну или триггер где-то там или он на таймере даже что скорее всего он на таймере ну да тем не менее нормально здесь 136 должно быть вроде как ну ладно бывает в оригинале помню на уровне дюны тоже были ребята на таймере правда этот таймер был поставлен на 24 часа ну да ладно последние два малых биомеха ну да насколько я помню так люблю эту винтовку винтовка это праздник да где-то демоны что появляется а интерпетилоид еще ой 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 опасно скачут что ж мы упирались в еще одни ворота очки у нас так вот и демон таскание оружия так ну все идем отпирать ворота будет несколько волн одинаковых из этих биомехов из этих биомехов ну странно я был уверен что выпустил его ракету но ладно очевидно ее сбила ракета другого биомеха походим туда берем тут всякое полагаю вот это вот хорошо сработает против скелетов учитывая что они в ряд должны выделять а их было не так много нам нужно отключить и поливайки судя по всему и вот кстати рюкзаки с разными боеприпасами нам нужно встать вот сюда чтобы их отключить и ой забыл про тебя ого так не страшно мы зайдем вот сюда и за этой оградой мы в безопасности верите вы или нет другие враги просто не смогут до нас добраться да это похоже на это это называется лютый чизинг почему нет почему нет как-то позволяет это делать так что карта позволяет это делать так что в любом случае я не испытываю угрызение совести по отношению к этим ребятам и особенно к зодам он почти сделал вот он был не успешен ладно неудачники кончились так так теперь нужно идти вон туда я ехал бы сразу застрелить наверное наверное как-нибудь причем их внимание ладно но сначала мы пойдем к секрету нам обещаемся сначала след находит вон там это недалеко относительно это недалеко в конце концов нас ждет новое оружие ну как новое это как и плазменная винтовка тоже гость из модификации варпад многопользовательской это миномет миноукладчик точнее очень многие считают его бесполезным оружием и я бы не согласился с этим да конечно пользовать него не так много но а если не думать как фанат пейнкиллера и хейтер Дума Тернелла вести себя как игрок разумный который умеет обращаться со своими ресурсами правильно то из этого оружия можно извлечь пользу я покажу но сначала нам нужно отвоевать сердце на том поле забавно что провалился займемся пока вот этим вот параллельно уничтожая камикаду ой тоже вылез почти тоже вылез почти да к сожалению идеальное количество очков здоровья придется маленько подпортить но это вопросов желания так что сорянчики ну вернемся к нашей рутине и так пустой пример использования укладчика когда мы пройдем немножко сюда вот здесь появятся быки а вот а вот будет демон и нам надо как-то с этим всем решать не очень удобный бой но если мы сделаем вот так для быков пять сюда и пять вот сюда предположим главное не наступать на них а то нас на ней тоже задетонирует почему по пять? потому что ну минул минул клатчик за раз может только десять уложить но ничего активируем триггер и спокойно убиваем демона минул все сделают за нас если бы я конечно все правильно рассчитал ну да ладно дело мы сделали по моему последние мины были и минул и да и но и и и и и и и да? вот так вот неожиданно, очевидно, чувак тоже на таймере потому что в прошлый раз я это место достаточно быстро пробежал да просто вспомнить пытаюсь пробежал, да, я встал вот сюда и он появился стоял тут какое-то время, пока активируется эта штука и он появился, да, прямо здесь и просто меня отмудохло возможно здесь именно в этом моппаке очень много спаунов на таймере, но проверять это все, честно говоря нет никакого желания ну да ладно так ммм что там появилось я просто после того подводного голема уже больше ничему не удивлюсь они должны быть вон там у ребят, конечно же ну мало ли так, отлично так, ну и прежде чем мы пойдем активировать эту штуку я покажу еще один способ эффективного использования миноукладчика так штуки три вот сюда еще вот сюда а по-моему вот здесь вот на выход с полем и одну, не знаю, сбоку да у миномета, кстати, есть альтернативный огонь которым можно подорвать вообще все всеми разом так все активировали и бежим вот сюда за вон тут за вон тут за вон тут цистерну там паверапки видите смотрим бум хм ну ладно, за одного большого голема избавились второй почти помер и кого-то там еще на воздух запустило наверно скорпиона или еще кого-то там здесь биомехи лягушатники появляются давно их не было видно и лучше бы и не было если честно ну да ладно они конечно не считаются как убийство но я их все равно убью просто потому что я их ненавижу и и все мы закончили движемся к открытым воротам и вот и и и а и и и и и и фигурное расположение маленьких голосов таблеток брони напоминает альфу много таких мест было о большой парень так и здесь здесь же вот эти гарпии где-то должны быть да опять триггер какой-то интересный или что они да точно они появляются когда спрыгиваешь правильно да да вот они я просто когда вспоминал уровень практиковался не проходил это место особо как не проходило вообще не проходило потому что финал здесь у этого уровня легчайший абсолютно так и насколько я помню если мы поплавим сюда то тут в углу на ней будет нас ждать сердце прикрепное разумеется красота на этом уровень закончен и честно говоря он мне нравится конечно некоторые моменты со спаунами и вот это вот немножко портит впечатление но опять же если быть нормальным игроком и и не гнаться за стопроцентным завершением и так далее уровень правда классный возможно опять же это субъективное мнение просто потому что мне нравятся некоторые уровни из альфа и если говоря когда этот уровень первый раз увидел у меня улыбка была чуть шире моей физиономии был просто доволен то что его переделали сделали юмейк прям такой фан-сервис узкозаправленный конечно тем не менее меня прям я правы порадовал этот этот уровень я наверное еще кое-что хочу показать просьбы не расходиться прогрузимся на следующий уровень ненадолго просто хочу показать одну очень интересную вещь которая на мой взгляд заслуживает внимание это мелочь на самом деле но я очень интересная если бы мы с третьего уровня прошли к нормальному выходу к обычному напрямую они на секретный уровень мы появились не здесь а вот в этой двери да то есть это вот такая некоторая детализация которыми порадовало то есть это вот это выход из секретного уровня это не такое видел по моему только в дополнение к блат крепить песса что сколько я помню там тоже выход этого уровня был отдельным обычного такая маленькая милая деталь он спасибо за просмотр и всего хорошего